друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал а сегодня на моем канале праздник для меня наконец-таки добралась долгожданная приставка xiaomi mi box international версия то есть это та самая приставка у которой уже в заводской поставки присутствует русский язык приставочка поставляется в привычном нам картоне и выглядит просто сногсшибательно по размерам приставка от xiaomi мне очень напоминает приставку от компании nexbox a95x которые также обозревал на своем канале ссылочка на обзор будет верхняя часть экрана то есть если их вот так вот расположить друг над другом они очень и очень своими габаритами похожи но когда мы взвешиваем приставка от xiaomi имеет более внушительный благородный вес кроме самой приставки под вот этой крышкой в комплекте поставки присутствует блок питания вот такой вот блок питания ну небольшой с европейской вилкой кстати что тоже очень приятно параметры блока питания 5 и 2 вольта 2 и 1 ампера 100 240 вольт 50 60 герц стандарт кроме того конечно же в комплекте есть пульт и обратите внимание на то какой он красавец он выполнен в одном и том же стиле материал и приставки и пульта пластик но этот пластик благородный не марки да и сам дизайн пульта посмотрите минималистичный и очень крутой все абсолютно в стилистике xiaomi кстати батарейка в комплекте для пульта нет в комплекте присутствует документации на английском языке и очень качественный hdmi кабель индикатор включения у приставки находится в передней части он светится не ярким белым цветом что не будет раздражать вас ну и приятным бонусом конкретно к моей приставке еще дополнительно шел вот такой вот джойстик он будет совершенно не лишним потому что игровые возможности у приставки весьма не дурны для экономии вашего времени советы по первичной настройки приставки не буду озвучивать на камеру а процитирую их в текстовом виде в описании к видео кому это интересно просьба заглянуть что ж а теперь перемещаемся к экрану и посмотрим как приставка работает всем привет в отражении ну что ж включаем приставочку включено питание mi dolby audio dts hdmi логотип xiaomi вот такой вот весьма любопытный вариант анимация логотипа android кстати кому интересно потом можете засечь сколько секунд приставка запускается android так как у приставки отсутствует lan порт однозначно при первом подключении вам придется выполнить настройку вай фай подключения операция несложная и выполняется всего один раз в отличие от большинства других приставок например приставки nextbox a95 либо от приставки zido s90x который я обозревал недавно и кстати ссылочки на обзоры которые если вы пропустили будут в верхней части экрана у приставки от сяоми операционная система android tv недостаток кнопок у пульта у приставки сяоми замечательно компенсируется наличием у него микрофона и возможностями голосового управления то есть например если вы хотите посмотреть какой нибудь фильм то вы можете запустить опцию поиска и просто произнести название нужного вам фильма давайте посмотрим как это работает собачье сердце например фильм собачье сердце сразу же мы видим информацию из google play информация об актерском составе о похожих запросах вот пожалуйста но ю тубе нашелся нужный нам фильм вот пожалуйста на hd видеобоксе нашелся нужный нам фильм и соответственно по всем другим онлайн кинотеатром которые вас будут установлены и в которых будет разрешен голосовой поиск при нахождении фильма здесь в результатах вы увидите соответствующие ссылки это выводит уровень юзабилити использования данной приставки на совершенно новый недосягаемый для других приставок уровень вполне себе можно сравнивать эту функцию у нашей 80 долларов приставки от сяоми с навороченными smart tv от именитых производителей samsung и lg за 40 50 60 тысяч и выше тем самым вы имея любой самый простой телевизор возможно даже без функции smart но прикупив себе вот такую вот приставку от сяоми получите ничем не уступающие более дорогим собратьям удобство и качество использования обратной стороной медали операционной системы android tv является то что не все приложения адаптированы для данной операционной системы и зайдя например в google play вы там не обнаружите достаточно много привычных вам и часто используемых приложений однако на самом деле это небольшая проблема вы можете устанавливать любые приложения на приставку посредством скачивания из интернета нужных вам apk файлов и установки их например с флеш накопителя конечно такие приложения по умолчанию сразу нельзя вынести вот на рабочий стол но это тоже легко решается посмотрите пожалуйста перечень подсказок для начинающих использовать приставку от сяоми там я подробно рассказываю в том числе о том как вывести на рабочий стол такие приложения давайте немного пробежимся по перечне приложений которые здесь уже установлены единственное конечно уже немножко они были расширены непосредственно мной верхняя строчка эта строчка рекомендаций то что мы уже либо начинали смотреть либо то что приставка нам предлагает посмотреть предвосхищая наши возможные интересы далее идут приложения далее давайте заглянем в настройки и здесь мы видим стандартный для шестого андроида интерфейс настройки вай фай экрана googlecast кстати который уже изначально реализован настройки звука приложения заставка хранилище сброса об устройстве давайте заглянем в об устройстве название устройства micbox 3 перезагрузка устройства юридическая информация реклама модель netflix esn кстати уже предустановленный на этой приставке и совершенно зря его многие видеоблогеры хают да несмотря на то что netflix является платным онлайн кинотеатром на самом деле плата не такая уж высокая и количество англоязычных фильмов в этом онлайн кинотеатре поистине ошеломляет последнее время там кстати начали появляться и фильмы на русском языке android security patch level от 5 января 2017 года версия 601 операционной системы серийный и сборка давайте заглянем с вами в обновление системы проверим нет обновлений у нас нету дальше по настройкам даты и время язык клавиатура playback settings главный экран поиск вот кстати через настройки поиска решается очень много вещей частности здесь выбирается единицы измерения температуры для погоды и выбор приложений в частности по которым производится голосовой поиск настройки речи специальные возможности пульты аксессуары сопряженный пульт от сяоми сопряженный джойстик и остальные устройства которые будете сопрягать с приставкой будут присутствовать вот в этой части настроек ну и настройки личные данные безопасности ограничения диагностика использования и настройка различных параметров естественно для полноценного использования приставки вам потребуется аккаунт google работа интерфейса приставки поражают своей быстротой и плавностью работы очень важным моментом является отсутствие здесь специальной кнопки для очистки памяти на приставке от xiaomi несмотря на отсутствие этой кнопки тем не менее работая и запуская большое количество приложений особенных тормозов я не заметил приставка замечательно справляется с воспроизведением видео давайте вот например откроем какую-нибудь из видео с youtube и посмотрим как она у нас работает тут мое кстати последнее видео друзья всем привет спасибо что очередной раз заглянули на мой канал а сегодня мы с вами поговорим наверное приставка от xiaomi единственная приставка у которой очень хорошо реализована функция перемотки вообще использование пульта на удивление очень удобно и удачно просматривая фильма действительно комфортно с помощью пульта выполнять практически 95 процентов всех операций которые производятся несмотря на то что я обозревал достаточно много приставок на всех них я всегда рекомендовал подключать проводную или беспроводную мышь для удобства использования приставки от xiaomi первая приставка за все время моих обзоров на которые я вам рекомендую не подключать внешнюю мышь а действительно управлять приставкой исключительно с помощью пульта это действительно круто и заслуживает похвалы впрочем да мы же говорим о компании xiaomi а это фактически китайский apple который сейчас на пике популярности и имеет целую армию поклонников во всем мире операции клонирования для того чтобы выполнить операцию клонирования жесткий так ладно поехали дальше кстати если вы обратили приложение от youtube имеет здесь особенный интерфейс специально тоже оптимизированный под работу при помощи пульта по идее если вы соберете все-таки использовать допустим беспроводную мышь для управления приставкой ничто вам не мешает поставить другую версию приложения youtube которым будет удобнее управлять посредством мыши что ж а теперь время тестов давайте с вами попробуем сейчас потестировать какую же скорость выдает нам приставка на моем интернет канале с максимальной скоростью в 50 мегабит делать это мы будем посредством приложения speedtest.net естественно на рабочий стол это приложение у нас не попало потому что оно не оптимизировано под android tv и оно соответственно скрывается у нас в пункте настроек приложения то есть мы заходим в скачанное приложение находим нужное нам приложение speedtest.net и запускаем его и вот сразу же мы видим один из немногих недостатков приставки в данном приложении невозможно выполнить тест посредством одного пульта однако я вам могу показать значение которое мы не выдал этот тест который я прогонял вчера приставка выдала на скачивание 20 ровно мегабит и на передачу 8,7 мегабита само приложение вот так вот развернуто оптимизировано с одной стороны это хорошо приложение думать что оно запущено например на планшете занимает весь экран но в нашем случае мы имеем все таки телевизор и поэтому для нас такой вот переворот он конечно немного чревато вывихом шеи что ж никаких чудес нет приставка от сяоми от 50 мегабит максимум может получить всего лишь 20 тем не менее такой скорости вполне достаточно для качественного воспроизведения в том числе hd сигнала практически со всех онлайн кинотеатров допустим давайте запустим приложение иви как вы видите работает все замечательно то есть проблемы с тем что какими-то приложениями невозможно управлять пульта она скорее не характерна для приставки от сяоми теперь давайте попробуем протестировать usb борт приставки путем подключения к нему внешнего 4 терабайтного жесткого диска western digital так жесткий диск подключен автоматически открывается файловый менеджер и что же мы видим что жесткий диск у нас не читается если вы слышите этот негромкий звук позиционирование головок то он нам говорит о том что жесткому диску к сожалению недостаточно питания для нормального функционирования но данный жесткий диск является очень крутым и в принципе я бы не стал винить приставку от сяоми что она к сожалению не смогла увидеть данные с данного жесткого диска по информации от других блогеров абсолютное большинство носителей флешек ssd дисков подключаемых в usb порт приставки работают нормально но сейчас мы с вами практически проверили что все-таки проблемы с подключаемыми внешними устройствами возможны приставка в режиме ожидания тоже выглядит достаточно стильно вот вы видите красивые пейзажи которые сменяются и в общем заполняют красотой пустующее пространство экрана если вы отвлеклись ну и в конце давайте поговорим о плюсах и минусах приставки начнем конечно же с плюсов плюсами являются компактные размеры приставки то что она стильная имеет стильный удобный пульт поддержка 4k вплоть до 60 fps хорошая поддержка кодеков и различных контейнеров то что приставка не сильно греется то что не нужно специально очищать память как в других приставках очень качественный и гибкий hdmi кабель в комплекте к плюсам можно отнести несомненно операционную систему android tv очень шустро работающий интерфейс даже по сравнению с приставкой zido x9s который обозревал недавно особенно стоит отметить возможность сделать внешнюю флешку или накопитель внутренней памятью и например установить на него какие-то достаточно тяжелые приложения в основном игры например конечно же плюсом является то что приставка неплохо справляется с функцией игровой консоли теперь говорим о минусах минусами приставки является отсутствие lan порта отсутствие слота micro sd всего один usb 2.0 порт для сравнения недавно рассмотренных мной приставок nextbox есть 100 мегабитный lan 2 usb 2.0 наличие micro sd порта у приставки zido x9s гигабитный lan порт 2 usb порта 2.0 1 usb порт 3.0 и micro sd разъем также у s android tv можно нести и к недостаткам из-за ограничения списка адаптированных для него приложений но этот недостаток легко обходится установкой этих приложений через внешние pk файлы например с флешки и того друзья мое резюме по приставке сяоми mi box international версия я считаю что на данный момент лучшая приставка за свои деньги как минимум по состоянию на май 2017 года конечно же ребят я всем рекомендую именно такую приставку потому что она изменит ваше отношение к развлечениям к просмотру различного контента к получению информации что ж на этом свой короткий обзор я буду заканчивать вам несомненно большое спасибо за просмотр если вы будете покупать приставку на иностранных интернет площадках то не забывайте обязательно использовать кэшбэк сервис чтобы экономить деньги тот кэшбэк сервис который использую я рекомендую ссылка на него будет в описании к видео а если вам нравится мой канал то вы можете поддержать его по ссылке в нижней части текстового описания данного видео все друзья всем счастливо пока а